Музыка Череду праздничных мероприятий начали студенты Ульяновского профессионального педагогического колледжа. Вместе с уличными художниками, волонтерами ко Дню России, они создали необычный стрит-арт-объект на стене родного учебного заведения. Ребята подумали, как объединить это вдвойне, то есть нашу любовь к родине и нашу помощь, в том числе в программе «Мы вместе». И вместо обычной кирпичной серой стены мы увидим вот такой рисунок, который делают сами ребята. Граффити в виде сердца и крыльев в цветах российского флага – это еще и дань благодарности всем тем, кто сегодня стоит на передовой в борьбе с пандемией. Один из авторов экскиза рисунка – художница, заведующая молодежным центром современного искусства Елизавета Василькова. Мы думали над эскизом и хотели бы сделать его настолько простым, чтобы каждый человек, каждый волонтер мог положить в него частичку души. Поэтому мы выбрали сердце. Сердце есть у каждого из нас. А крылья – это наша Россия, наша большая страна. И вот мы вместе, мы Россия. На создание арт-объекта ушло почти три дня, но спели вовремя. Ко дню России новое произведение искусства ульяновской молодежи заняло больше 30 квадратных метров уличного полотна. Уже 12 июня в десятках дворов состоялись праздничные концерты. Песня о любви и родине для жителей микрорайона Репина «Искра» исполнили активисты некоммерческой организации «Центр инноваций и коммуникаций». Песня о немых мольбой, чтобы простили те, кто мир нам завещал, оставив на земле. К великому сожалению, конечно же, в условиях пандемии, то есть в условиях ограничения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, как говорится, нам приходится минимизировать наш концерт, минимизировать количество участников, минимизировать саму программу. Это замечательная традиция. Лично я на протяжении 7 лет даю такие благотворительные концерты практически во всех районах города. И даже втроем артистам удалось завладеть вниманием зрителей. Большинство выходили слушать и подпевать на балконы, детвора танцевала, а взрослые прохожие не скупились на овации и, по примеру, детей пускались в пляс. Прекрасный концерт. Приехал в гости в свой бывший старый район. Я здесь жил когда-то. Сейчас у меня здесь сын живет. И здесь вот такой великолепный праздник. Мне очень понравилось. Все очень хорошо. В необычном формате концерты в День России прошли для коллективов Центра народной культуры Ульяновской области. Создав две творческие бригады, артисты выступили в трех дворах, где живут почетные граждане региона, герои России и ветераны Великой Отечественной войны. До этого у нас был масштабный праздник на площади с огромным количеством участников, с огромным количеством зрителей. Большое количество концертных площадок. Сегодня, конечно, немного все иначе. В одном из дворов по улице Орлова творческие коллективы исполнили свои номера для почетного гражданина Ульяновской области, бывшего слесаря механического цеха конструкторского бюро приборостроения Анатолия Николаевича Кузнецова. Сам-то родом из Ленинграда. А когда переехали в Ульяновск? Было время войны. Мы, вот этот приборостроения завод, он был в Ленинграде. Блокаду там был. Мы с матерью блокаду немножко заставили. Потом блокаду сняли, этот завод сюда. И отца вместе с заводом сюда привезли. Так мы здесь заставили. Поддержали своего соседа и другие жители дома. Говорят, такой концерт у них во дворе проходит впервые. Мы очень довольны. Народ надо сплачивать за счет этих концертов. Я поздравляю всех с Днем России. Желаю всем-всем здоровья, счастья, улыбок побольше. Остальное все сложится. Артисты сами признаются, что истосковались по живым концертам и энергии зрителей. Конечно, мы и танцуем для них. Поэтому, конечно, безусловно, это важно составляющие. Обратная связь. Когда зритель не смотрит, ты не можешь танцевать. А когда он смотрит и поддерживает, совсем другие танцы. Тем временем, в 11.00 от Обелиска стартовала праздничная автоколонна. Автопробег организовали активисты Общероссийского народного фронта и отделение Казачьей партии Российской Федерации. Такую акцию общественники проводят впервые. Вливаясь в единый автомобильный поток, 75 машин в честь 75-й годовщины Победы и Дня России проедутся по улицам Ленинского района. А также захватят часть Засвияжи и Левого берега. Мы стартуем с улицы Минаева, Кирова, Камышинская, Рябикова, Октябрьская, Урицкого, Нариманова, Юности. И, конечно, у нас точка – это парк Прибрежный. Автопробегом отметили 450-летие служения казачества во благо России. Все меры безопасности соблюдаются. Поэтому это автопробег. Это не массовое шествие. Это именно автопробег. Индивидуальные машины, общественных организаций, которые с флагами проедут по городу и покажут, что мы – единая великая нация, российский народ. Полуторачасовую акцию также поддержали ульяновские кикбоксеры и Федерация Мотокросса. Ринат Альулова, Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин